Всем привет, с вами Арти, и я дальше рассказываю вам о обновлении очередного в Demon Slayer 3, а точнее о бездонном омуте. Бездонный омут это новое мероприятие для деймонов, которое находится в запределе на земле титанов. Для того, чтобы войти, необходимо же, как всегда, участвовать в запределе, а также иметь рыцарский класс. Так, заходим в бездонный омут и видим здесь такую вот непонятную схему. Это у меня первый этаж, ну точнее третий этаж начала, то есть в начале мы можем выбрать строй. Строй можно поменять только в начале этажа, дальше вы его изменить не сможете, вы не сможете выбрать деймонов, которые будут участвовать во время сражения. То есть у меня вот какие-то непонятные, ободинаковые деймоны. Сейчас поставлю какого-то другого. Скажу сразу, что первые этажи проходились довольно просто, даже у меня деймоны не такие прокаченные, как у вас, уверена. Я не трачу время на прокачку там этих навыков, у меня только один прокаченный деймон с навыками, это вот этот я его назвала, чтобы не потерять среди кучи своих деймонов. И в принципе все остальные у меня там имеют один, первого уровня навык, а некоторые вообще никакие навыков не имеют. Мы выбираем строй, при которой мы будем ходить, это пускай будет какой-то вот такой вот мублик, все, но у меня не каченный, закрываем. Так, дальше о чем охота сказать? Вот гравировка духа. Не знаю, почему называется гравировка духохранителя. Духохранителя это разные вещи называются, это такой приставка, которая относится к слиянию деймонов. Р1, Р1 называется, это тот, кто будет, которым вы будете управлять, то есть с четырех деймонов во время боя вы можете прожимать скиллы одному деймону. Вот эта иконка зеленая, она и обозначает, кем вы будете управлять. Я, например, управляю этим, но можно просто перетаскиваете и как бы меняется ваш деймон, которым вы управляете. Ну, давайте пойдем попробуем, посмотрим. Ну, не знаю, ой, привычка какая-то жать на иконку и напасть, а тут не то. Так, ну, как-то не прогрузилась, вот у меня видите, что это единственный деймон, у которого прокачаны навыки, но даже без его участия особого можно пройти несколько стражей. Фишка здесь будет заключаться в другом, что через несколько, во-первых, с каждым боем у вас прибавляется соперник, то есть видите, что сначала был один, сейчас уже кая прибавилась, и когда их становится четыре, по-моему, либо три, у вас начинают пропадать по одному деймону. Ну, сейчас так посмотрим, тут уже два, сейчас должно быть у меня три в бою, то есть все вот эти три, которые сейчас горят. В принципе, особой сложности поначалу нету, есть сложность тогда, когда в конце остается один деймон и четыре моба против вас, поэтому всегда нужно брать какого-то деймона, который хорошо дамажит, наверное. Я не знаю, сейчас, но вы будете так какие-то продумывать сами, я уже давно особо так сильно не гая демонстлер, вот видите, что сейчас четыре на четыре это первая партия. То есть прожимаем навык, сейчас всех убьем, дальше будет чуть-чуть, наверное, сложнее. Сейчас скажу, что все эти деймоны у меня, они первого уровня. Так, видите, что у меня уже горит четыре конки, так, я вот, вот у меня серень синим загорелся, значит, он у меня пропал. Я могу его вернуть, то есть как, у меня вот хитрое, мне он нравится, я просто делаю так, чтобы пропала одна магичка. Менять можно только вот именно таким образом, как я только что показала, менять именно состав команды, то есть перетаскивать, брать новых деймонов, например, кого тут нет, пускай священника вам охота поставить, потому что нужно хилиться и прочее. Лучше это все делать до того, как вы напали на первого моба на этаже, потому что дальше вы не сможете ничего изменить. Так, у меня осталось два деймона. Ну и награды, видите, что в чате загораются у меня разные, что колесо судьбы получено, так и сито популярных навыков. Это колесо судьбы необходимо для прокачки сопротивления у двойных деймонов, ситок популярных навыков. Это необходимо также для прокачки двойным деймоном, ну двойным почему-то привычкой называть новым деймоном навыки. То есть у них там будет новое умение, об этом я надеюсь, что все-таки я успею рассказать, я расскажу, когда мне ресурсы пришлет. Так, дальше. Ну и последний у нас остается один, прочий из четырех. Я не буду, ну у меня он в принципе сильный. Ну сейчас я покажу, какой он у меня. Я не скажу, что он прям такой сильный, я думаю, у разных топов и прочего намного сильнее деймона. Я могу в принципе поставить каких-то совсем нубов сейчас, чтобы посмотреть, как они будут справляться с первыми мобами. Ну с последними, наверное, будет потяжелее. Я не знаю, сколько здесь сейчас на этаже, все этажи я точно проходить на видео не буду, потому что вы скорее всего уснете. Так, ну и вот мы пришли этаж и вот в таком вот режиме в принципе постоянно делаем. Так, давайте сейчас я уберу каких-то мега дамагеров своих и за разом покажу, какой же у меня был страж. Я у меня прокаченный был Толь, ой, не там. У меня прокаченный только вот этот страж, мой Кноп, то есть видите, вот его экипировка даже синяя какая-то есть. У него нету агатов, то есть как бы он такой средненький страж, я не скажу, что я скажу, он прям очень сильный. Навыки у него, да, некоторые прокачены по максимуму, некоторые нет. Нет, пассивочки вообще никак, а нет, наоборот, качены. Так, и герб тоже не особо как бы прокаченный. То есть, ну такой средний страж, поэтому даже менять на каких-то других стражей я не вижу смысла. Думаю, у вас намного круче стражей есть, потому что вы играете каждый день. Так, думаю, на этом все. Если вам что-то непонятно, что-то неясное, интересное и прочее, задавайте вопросы в комментариях под видео. Я обязательно рано или поздно их увижу, отвечу, помогу. Также можно задавать вопросы на нашем форуме РБК. На этом все, с вами была Лилия Арти. Видео подготовлено специально для платформы РБК Гимс. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, а также вступайте в группу ВКонтакте. Выигрывайте монеты ежедневно. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok